Проект «Наши герои» побывал в Усть-Куломском районе. Местные молодежи показали фильм «Шаг в бессмертие», который рассказывает о подвиге Владимира Носова. Также среди зрителей были участники специальной военной операции на Украине. Один из них сразу после урока мужества как раз отправился в аэропорт, а оттуда на передовую. Что ему пожелали школьники и с какими впечатлениями они вышли после просмотра фильма, расскажет Ксения Лосева. Своего земляка Александра школьники провожают под громкие аплодисменты. А еще передают в дорогу письма с пожеланиями. Их боец бережно складывает в тактический рюкзак и обещает прочитать уже там, чтобы слова поддержки услышали и его боевые товарищи. На передовой эти письма, написанные детской рукой, придают сил, чтобы идти вперед и бить неофашистов. О том, что на передовой сегодня отважно сражаются не какие-то незнакомые люди, а чьи-то отцы, дяди и братья, наши земляки. Школьникам рассказывает фильм «Шаг в бессмертие». Он посвящен жизни и подвигу гвардии капитана Владимира Носова. Герой родился и вырос в небольшом селе Коровий ручей Усцелемского района. Когда-то точно так же, как и нынешние мальчишки, решил, что свяжет свою жизнь с военным ремеслом. Он уже с юношеских лет был более близок к военной тематике. Пошел в военное училище, после стал участником боевых действий и пожертвовал собой, чтобы спасти отряд. Это достойно большого уважения. Только человек сильный, ну и духовно сильный смог бы там поевать, отстаивать свои интересы, свою позицию, отдавать долг к родине. Нужно, чтобы люди знали, какие люди их окружали, какие подвиги делали. В первые дни специальной военной операции наш герой был в госпитале и мог не ехать на передовую, но точно так же, как и его товарищи, отправился на Донбасс. 26 марта 2022 года он вступил в свой последний бой. Соседнюю роту пытался окружить противник. Не сомневаясь ни секунды, Владимир Носов бросил свою роту на помощь боевым братьям. Сам погиб, но товарищей спас. Всех до единого. Фильм «Берет за душу». Ты живешь этим человеком, чувствуешь себя на его месте и гордишься им. Он был здесь своим героем. Был за справедливость, за правду. После просмотра многие не могут сдержать слез. Школьники признаются, что такие фильмы хотели бы видеть чаще, потому что это наши герои. И знать об их подвиге должна республика. Это не просто какая-то там, да, заурядная жизнь. Это жизнь человека, который отдал все ради того, чтобы мы с вами жили обычной мирной жизнью. Чтобы мы все могли сегодня собраться в этом зале, чтобы мы все могли ходить на работу, в школу, посещать кружки, отмечать какие-то праздники. Я смотрю не на экран, а смотрю на зрителей, на их реакцию. И в каждом муниципалитете, куда бы мы ни приезжали, я всегда вижу людей, которые очень внимательно смотрят. Я вижу слезы. И это говорит о том, что какую-то часть этого фильма вы пропустили через себя. Вдохновленный примером героя, ученик 11 класса по Моздинской школе имени Вениамина Честолева, Дмитрий Морозов, тоже хотел бы связать свое будущее с военным делом. Выучиться на офицера воздушно-десантных войск. Поступить в командирскую академию непросто, но если серьезно подойти к делу, делится школьник, то все получится. Фильм очень сильно заряжает гордостью за свой народ, за своих людей, то, что они отдают жизни за Россию, против врагов. Как в фильме можно узнать, сел на технику со своим отрядом и поехал в сторону противника. Героический поступок, конечно. Не каждый в нынешнее время на такое способен. По-настоящему можно его назвать героем. Как там в фильме правильно сказали, такие люди рожают раз в сто лет. Так оно и есть. Такие фильмы обязаны, наверное, включить даже в программу. О буднях на передовой из первых уст. После кинопоказа у каждого появляется возможность узнать о том, как сражаются наши ребята. Гости встречи, участники специальной военной операции говорят открыто и честно и призывают ценить мирную жизнь. А еще благодарят за поддержку, которая ощущается за тысячи километров от дома. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, сережку с малой бронной и Витьку с маховой. О том, что наши успехи на передовой во многом зависят от тех, кто находится в тылу, здесь знают не понаслышке. С самого начала спецоперации Усть-Кулумский район подключился к сбору гуманитарной помощи. Продукты, одежда, медикаменты, стройматериалы каждый помогает, чем может. Около 20 тонн гуманитарного груза уже направлено на фронт. Сегодня здесь формируют седьмую гуманитарную колонну. Доставляют все необходимое не только нашим бойцам, но и мирным жителям недавно присоединенных территорий. В фильме, если честно, смотрела на одном дыхании. Просто столько эмоций. Для меня, как для сестры военнослужащего, это... Я сейчас сама заплачу. Честно сидела, я просто рыдала. Просто мне так... Вот эти все эмоции, все вот это вот специально военно-операция, эти ребята, эти подвиги, этих героев. Для меня, если честно, это каждый. Каждый из них герой. Несмотря на то, что вывел он роту или бы там сделал какое-то еще там задание, да, получилось у него, не получилось. Они герои, потому что они там сейчас находятся, потому что они сегодня, сейчас нас защищают, отдавая свои жизни. Усть-Куломский район, Книжпогоский, Сысольский и Кайгородский. Проект «Наши герои» продолжает свое шествие по республике. В планах за несколько месяцев посетить все, без исключения, муниципалитеты. Даже самые северные в Иркуту и Инту. Ну а уже на следующей неделе Юрган отправится в Обьячево. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.